Дайджестер Матуростроителя 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 Чистовая же обработка производится на станках с ЧПУ Далее наши зрители увидели уникальное оборудование участка полировки шаровой пробки На сферошлифовальном участке проводится лезвенная обработка с низкой шероховатостью и высокой точностью Плюс дополнительно этим же станком проводится шлифовка, которая помогает придать необходимую шероховатость для последующего нанесения гальванического покрытия На тяжпромом арматуре есть возможность обрабатывать пробки диаметром от 100 до 1400 мм. И, наконец, в последнем выпуске мы показали одно из самых высокотехнологичных мест на заводе – участок гальванических покрытий. Как покрыть гальваническим методом пробку шарового крана диаметром 1200 мм и весом более 2 тонн? Об этом вы сможете узнать, посмотрев данные видеорепортажи. И на это мы, конечно же, не ставим точку, ведь уже на этой неделе вас ждет рассказ о новом предприятии. Каком? Вы узнаете об этом в ближайшем выпуске дайджеста. Приближается московская выставка «Нефтегаз», которая ежегодно собирает конечных потребителей и компании, работающие в секторе нефтегазового оборудования, в том числе трубопроводной арматуры. Компания «ЛГ Автоматика» также примет в ней участие. Выставка пройдет с 17 по 20 апреля 2017 года в Москве, ЦВК «Экспоцентр». Производственно-научная фирма «ЛГ Автоматика» разрабатывает, производит, рассчитывает и поставляет регулирующие, регулирующие отсечные и отсечные клапаны, в том числе клапаны высокого давления, шланговые, футерованные, клапаны больших диаметров и другие, с пневмоэлектро- и ручными приводами. Компания «Раско» является официальным дилером завода «Термобрест», и по его заданию специалисты компании разработали конструкцию и запустили в производство газорегуляторный шкафной пункт. Они предназначены для снижения высокого или среднего давления газа на низкое и поддержания его на заданном уровне в системе газоснабжения жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий. ГРПШ обеспечивает высокую стабильность поддержания выходного давления за счет применения в регуляторе двуступенчатой системы редуцирования газа. Предприятие «Тулы Электропривод» осуществляет поставку электроприводов взрывозащищенных ЭП-4 с редукторами неполнооборотными для мозгаза. Диапазон крутящих моментов от 2000 до 32 тысяч ньютон на метр. Соединение с арматурой выполнено по стандарту ИСО 5210-91. Предприятие «Термобрест» совместно с официальным дилером торговым домом «Актив Компани» примет участие в международной специализированной выставке и конференции «ЖКХ России-2017», которая состоится с 5 по 7 апреля в выставочном комплексе «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. В рамках выставки желающие смогут ознакомиться с образцами продукции, получить каталоги и другие материалы для работы, задать интересующие вопросы техническим специалистам компании «Термобрест». Производство двух лазерных 3D-принтеров должно быть запущено в 2018-2019 годах. На площадке крупнейшего в мире предприятия по обогащению урана – Уральском электрохимическом комбинате. Ранее также сообщалось, что кроме производства 3D-принтеров и гранулированных металлических и пластиковых порошков, созданный в регионе научно-производственный консорциум «Аддитивные технологии» ведет работу по разработке нормативно-правовой базы. В частности, создаются паспорта на аддитивные материалы, формируются стандарты выпуска и промышленного применения изделий из них. Переходим к отраслевым новостям. ТГК-1 готовится к летней ремонтной кампании 2017 года. 30 марта компания приняла участие в городской межведомственной комиссии и рассказала о начатых и планируемых планово-профилактических ремонтах оборудования в сроках проведения летней ремонтной кампании 2017 года. В целях успешного прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 года ТГК-1 предусмотрено проведение 6 капитальных и 3 средних ремонта турбоагрегатов, 4 капитальных ремонта котлоагрегатов и 97 текущих ремонтов основного оборудования в Санкт-Петербурге. Начато обсуждение проекта рекомендаций по выбору методов испытаний для соблюдения техрегламента ЕАЭС. Проектом данного документа государством-членам ЕАЭС рекомендуется с 1 апреля 2017 года руководствоваться следующими подходами к выбору аттестованных методик исследований при осуществлении оценки соответствия объектов техрегулирования техрегламентов Союза и соблюдения требований ТР ЕАЭС, а именно достаточность для целей конкретного технического регламента, обеспечение необходимой точности и воспроизводимости испытаний, сочетание минимальных препятствий для осуществления предпринимательской деятельности и обеспечение целей ТР ЕАЭС при применении методики, соответствие методике требованиям нормативной базы государств-членов в области единства измерений и приоритетность использования методик, гармонизированных с применяемыми в международной практике и изложенных стандартах. Руководство ТЭК-СПБ приняло участие в первой практической конференции под названием «От импортозамещения к инновациям и экономике знаний». В деловой программе и выставочной части конференции участвовали более 500 человек. В ходе мероприятия развернулась экспозиция наукоемких производственных разработок петербургских и российских компаний, обзор патентов и изобретений, готовых к применению в деятельности городских предприятий. ТЭК-СПБ представил макеты и опытные образцы изобретений и полезных моделей, активно применяемых на предприятии. И в завершение выпуска, как обычно, о новых интервью на портале armtork.ru В ходе круглого стола, посвященному диалогу между конечными потребителями-заказчиками и изготовителями трубопроводной арматуры, нам удалось побеседовать с начальником отдела оборудования компании ТЭК-НИП Андреем Анатольевичем Ванюковым и исполнительным директором научно-промышленной ассоциации арматуростроителей Иваном Тиграновичем Термо-Тиосянцем, об участии в круглом столе, политике импортозамещения и стратегии ведения бизнеса. В рамках этого же мероприятия мы побеседовали с техническим директором компании Samsung Controls Алексеем Логиновым, который рассказал о важности проведения грамотной локализации производства и реализации этого процесса в российских условиях. Также предлагаем к просмотру интервью с Павлом Короченко, начальником проектного отдела компании «Консорциум логика теплоэнергомонтаж». За годы работы эта компания сумела не только построить мощную структуру и заслужить признание заказчиков, но и сформировать надежную партнерскую сеть, включающую в себя более 120 лицензионных центров России и СНГ, обеспечивающих поставку фирменной продукции и полный комплекс сопутствующих работ и услуг. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо за интерес к нашим проектам. Я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках дайджеста «Арматуростроителя». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова